Здравствуйте! В эфире «Прямой разговор» в студии Марии Варгина. 22 октября в Серпуховском историко-художественном музее открывается межмузейный проект «Мир, сотворенный заново». О том, что приготовили организаторы для гостей и жителей Серпухова, сегодня поговорим с директором музея Жанны Олейниковой. Жанна, здравствуйте! Здравствуйте! Жанна, идея, я знаю, принадлежит Серпуховскому историко-художественному музею. Расскажите, как она родилась, кто вас поддержал? Да, вы знаете, на самом деле хочу прям даже отметить, сакцентировать, это тот самый первый факт, почему выставку обязательно нам нужно будет всем посетить, всем жителям городского округа Серпухов, поскольку это большой факт для гордости всех нас вместе взятых и меня как руководителя, поскольку эта идея действительно пришла в голову в стенах Серпуховского историко-художественного музея, работала над ней творческая группа сотрудников нашего музея. И вообще в практике таких больших проектов, как правило, региональные музеи привлекают федералов, либо же кураторов, специалистов в области определенного периода в искусстве. Мы начинали именно с этого. Мы долго думали, двигались по направлению к этой теме. До того, как появилась выставка, которую мы сегодня уже знаем, она будет называться «Мир сотворенный заново», у нас было несколько названий для нее. Мы точно знали, что мы хотим обратить свои взоры именно на этот период в истории русского искусства, на рубеж веков, на начало, на самое начало XX века, время до революции, когда происходит такой всплеск в культурной среде, который называется, в литературе мы знаем, хорошо «Серебряным веком». И в это же время творят и создают свои достаточно спорные произведения искусства, но которые войдут в историю. Это и Малевич, и Кандинский, и ряд еще очень ярких, известных художников. И вот многообразие стилей, очень такое интересное время, очень такое бурлящее. И вот я говорю тоже, когда начинаю о нем рассуждать, что вот эти перемены, которые произойдут чуть позже, в творческой среде чувствовали люди тонко чувствующие, они начали чувствовать их раньше и выражать в своем искусстве. Так вот, мы знали точно, что мы хотим заниматься и сделать выставочный проект, посвященный именно этому периоду, поскольку наш музей обладает прекрасная коллекция русского авангарда. Русский авангард появляется в это время и заявляет о себе громко. И именно русский авангард знают во всем мире. То есть мы-то привыкли, что Шишкин, Ивазовский – это наше все, Репин, Суриков – безусловно, это наше все. Но на мировой арене русское искусство знают именно по работам художников, приверженцев, которые представляют русский авангард. Именно вот этот период, например, наша коллекция королевы русского авангарда Натальи Гончаровой, именно так ее называют на Западе, она широко любима всеми нашими посетителями в музейном сообществе. И нам, конечно, захотелось посмотреть на эти произведения несколько иначе, потому что они представлены в постоянной экспозиции. Как-то докрутить эту идею, которая раскрывается нами в проекте «Мир, сотворенный заново». В общем, я немножко рассказала уже о том, что из себя будет представлять проект, так буквально в двух словах, потому что на самом деле там это все гораздо шире, гораздо интереснее и глубже. Но начиная работать, мы долго спорили, как и что будем делать. Сформировалась идея концепции «Мира, сотворенного заново», потому что действительно художники отражают окружающую действительность, они строили свой мир, они чувствовали эти перемены. И поэтому вот здесь вот попадание в точку с названием проект, тоже хочу сказать, затевался чуть более года назад. То есть мы начали над ним работать чуть больше года назад. Вот. И отправились в Третьяковскую галерею, поскольку они наши такие самые главные партнеры, касаемо художественной коллекции. Много проектов мы делаем вместе с Третьяковкой. Уже неоднократно Третьяковка поддерживала наши проекты и давала свои работы, мы привозили их в Серпухов. В этот раз поехали туда уже за методической такой вот помощью, научной помощью. Нас выслушали специалисты, и они сказали, мы просили кураторства, чтобы кто-то стал куратором, поддержал этот проект. Нам сказали, вы знаете, вы настолько в своем проекте, в своей идее, вы сделали такую большую работу, и это действительно классно. Так на этот период никто не смотрел, это ваш ноу-хау, поэтому делайте сами. Если что, мы готовы, приезжайте к нам, будем творческие такие летучки, организовать совещания. Ну, там случилась потом пандемия, мы и по ВКС встречались, видеоконференции организовывали и работали с специалистами, они писали статьи для каталога к выставке. В общем-то, ну, работали именно над проектом. Вот после поездки в Третьяковскую галерею, мы уже самостоятельно нашей именно творческой группой вынашивали, выкристаллизовывали эту идею до конца, совершали подбор экспонатов. Для того, чтобы нам раскрыть эту тему как можно лучше, обратились в Третьяковскую галерею, нас поддержала все цело, поняли, что нам необходимы еще несколько имен, определенные картины из собрания русского музея, тем самым привлекли второй федеральный музей. А дальше пошли по регионам, поскольку это искусство очень ярко представлено именно в региональных музеях России. Наш ближайший сосед – это Тульский художественный музей, прекрасная коллекция русского искусства именно вот этого периода, ну и в целом вообще там шикарная музейная коллекция западноевропейского и русского искусства. Я думаю, что у нас впереди не один совместный проект. Вот. И Нижегородский художественный музей, с которым у нас уже был проект в прошлом году, мы тоже их пригласили к участию. Была у нас еще идея, было желание у наших сибирских коллег дальних, Екатеринбург, Омск, они тоже хотели участвовать в проекте, но наши стены, они уже не в силах вместить такое музейное содружество. Мы отказались от многих своих работ, которые хотели показать нашего музея в пользу других музеев. Решили, что в следующий раз мы сделаем что-то еще более интересное, более широкое. А пока сосредоточились, у нас на площадке будет представлена коллекция семи музеев. Это около девяти десятков произведений искусства. Художники всем известны и Коровин, и Грабарь. То есть это и русские импрессионисты, я начала с них. Есть такое явление в истории русского искусства. Оно неоднозначно. Кто-то говорит, что не был он с импрессионизма, кто-то говорит, что нет, он у нас был. Но в целом все это искусство, естественно, оно подпитывалось теми новыми течениями, которые возникают во Франции. Это импрессионизм, постимпрессионизм, потом это символизм, то есть это уже такие какие-то немецкие, венские. Это модерн, который приходит тоже к нам тогда в Российскую империю. Художники начинают создавать произведения искусства, не повторяя, а вдохновляясь, наверное, опытом европейских коллег. И постепенно рождаются свои направления и стили, которые ярко прозвучали в таких объединениях с такими названиями, как «Ослиный хвост», «Бубновый валет». На самом деле такое. И художники сами, нельзя сказать, что кто-то там был приверженцем только этого стиля. Они пробовали себя в разных направлениях, и выставка покажет, как художники обращались к тому или иному, работали в одной группировке, потом переходили в другую. Вот время, оно очень было такое прям вот интересное, бурное. И в целом проект «Мир сотворенный заново» есть в нем еще и такой, я не могу сказать, что это религиозный потекст. Нет, скорее просто мы берем за основу систему мироздания, такая, какая принята в Библии, от хаоса до сотворения человека. Это смысловая ось нашей выставки, и подкреплена она тоже творческой серией художника Йона. У него есть такая серия «Творение мира». Кстати, Йон очень интересный художник в этом плане. Он пробовал себя в разных направлениях. И импрессионизм, и импрессионистичные работы есть у него. И потом мы знаем, что он будет ярким художником, который будет работать в соцреализме. Время, когда изменились, изменился даже общий такой заказ государственный. Потому что многие художники, которые работали в это время, они либо продолжают подстраиваться под время и творят, и их можно будет, да, их работы сохранились хорошо, в историю русского искусства вошли. А те, которые тоже вошли в историю русского искусства, но они вынуждены были уехать за границу, поскольку их искусство было не принято. Вот поэтому вот такие вот интересные судьбы, интересные личности будут раскрываться в рамках этой выставки. А почему такое название «Мир, сотворенный заново»? Ну вот поскольку я уже сказала, что у нас смысловая ось – это серия Иона «Творение мира», мы когда работали над проектом, несколько раз говорили о том, что они творили свой мир. То есть вот в диалогах сидели, когда размышляли, когда искали вот эту отправную точку и рассуждали, где у нас что будет. Повторюсь, потому что мы изначально представляли этот проект, нам хотелось раскрыть это время, допустим, отдельным залом в портретах тех людей, которые творили там Блок, Ахматова, Цветаева, вот как-то вот их представить, там Дягилевские сезоны в это время происходят, автопортреты художников самих, как они изображали себя, как они хотели себя подать, чтобы их такими видели, зачастую формируя какое-то новое направление, открывая какой-то новый стиль, они заявляли и в автопортретах в том числе о нем, вот, и отражали, представляли мир, строили мир. И потом мы понимаем, а нам надо же и наши работы как-то тоже расположить, в какие залы они попадут. И у нас в собрании есть работа из этой серии «Творение мира» и «Она», как раз-таки финальная «Адам и Ева». Вот, и мы подумали о том, что было бы неплохо взять. А вообще эта серия, она распределилась по разным музеям, между русским, Третьяковкой и нашим, получилось так она поделилась. Вот тут как-то тоже такой был знак, почему мы в таком содружестве работаем над этим проектом. Вот, решили добрать эти работы. Потом графика. Графика, она, тяжело ее представлять в выставочных проектах, поскольку у нее есть ограничения по показу в залах. Она должна быть показана, потом отдыхать. Там возникло, что один из листов мы узнали уже в музеях, что он недавно выставлялся, сейчас он на отдыхе, он должен отдохнуть. А как же, получается, серия не целиком будет представлена. В общем, долго думали, думали, думали. И поняли, что нам не обязательно вести и собирать эту серию у нас в наших стенах. Мы можем ее линией провести в дизайне, потому что, конечно, такие большие проекты, они и с такой непростой, сложной идеей, хотя, казалось бы, она простая. Она вот, вот, хаос будет представлен работами художников этого периода, выражающих эмоционально, смыслово, вот эту вот идею первозданного хаоса. Дальше будет, да будет свет, зал. В нем мы увидим уже все светило, и солнце, и луну, и звезды в произведениях этих художников. Увидим, как по-разному в различных, в абстрактном искусстве, как эта тема проявляется. У русских импрессионистов, как она звучит. У художников-символистов, как тоже она значится. Допустим, в этом зале как раз будет представлен и грабарь, и кустодив, и работа Юона, как раз-таки живописная уже. Дальше будет у нас царство воды, водное царство, в котором мы увидим прекрасные пейзажи с озерами, реками. Наши русские просторы невероятные. Дальше будет царство растений. Здесь будут райские сады цвести, и цвести они будут в кувшинах художников, представителей русского авангарда. И также звучать какими-то отдельными в импрессионизме русском. И вот эта вот зелень, это буйство невероятное наших, опять-таки, тоже российских просторов. Дальше это будет царство животных. Очень много скульптур, интересные, кстати, на выставке представлены, и в большинстве своем эта скульптура приедет из Третьяковской галереи к нам. Вот буквально завтра мы принимаем у себя Третьяковскую галерею. Потому что каждый день к нам приезжают фургоны с произведениями искусства. На прошлой неделе это был Русский музей, это были произведения из Нижнего Новгорода. Вот на этой неделе мы принимаем из музея кино, из Тульского музея, Абрамцева. Это вот наши партнерцы, самые семь музеев, которые составляют эту выставку, произведения, которые составляют эту выставку. Ну и, естественно, после зала животных, где будет представлено немало скульптуры, что особенно, мне кажется, будет интересно для детей, идет зал Адама и Ева. Адама и Ева, как раз таки там будет представлена эта работа, о которой я уже говорила, Константина Иоанна. Для серии «Творение мира» будет представлено редкое издание из собрания Третьяковской галереи, где была опубликована еще до революции вся эта серия. Можно будет ее полистать в электронном виде, естественно, потому что сама книга будет в витрине. А уже на планшете мы используем там все эти современные включения, выставочные пространства, которые сегодня тоже используют другие музеи. И в этом зале мы увидим Адама и Еву, так условно их называю. Не всегда это будут те самые Адам и Ева, это будут уже современные Адамы, которые жили чуть более века назад, современники тех художников, потому что они зачастую изображают своих современников, потому что для них это люди времени. Ну а дальше, как одна из журналистов так пошутила, говорит, а дальше что? А дальше же был покой. Я говорю, нет, вы знаете, покой нам только снится. Она такая, да, говорит, я смотрю за музейными объединениями, музейным сообществом в целом, что действительно сейчас такая работа кипит, пандемия нас нисколько не затормозила, не остановила, мы наоборот мобилизовали все свои силы в издательской деятельности, в других направлениях. Мы работали над этим проектом в том числе, и многие нам говорили, неужели вы будете, а как же, ну вот так вдруг вторая волна. Мы, конечно, не скрою, в напряжении сейчас, потому что этот проект, он и финансово затратный, и в плане силы затратный, и просто вообще так нас окрылил, вдохновил, что не хочется, конечно, падать, а хочется открыться, и хочется, чтобы люди его видели. Вот, ну, пока что все без изменений, мы работаем, не останавливайтесь на секунду, хотя могли бы тормознуть, сказать, нет, не будем сейчас, не будем вообще, что, в принципе, тоже могло быть, но при этом, кстати, нас наши партнеры музейные поддерживали абсолютно, и от них не было вопроса, ну что, работы вам, может быть, не давать, вот, может быть, проекта не будет, нет, все хотели, чтобы этот проект был, потому что все как-то поверили в эту идею, очень обрадовались, что в таком нестандартном ключе мы покажем этот период в истории русского искусства, в истории русской культуры вообще в целом, потому что мы создаем не просто выставку, мы создаем пространство для культурного диалога, потому что параллельно с выставкой будет разработана она в работе, параллельная программа, сегодня мы обговариваем партнеров наших по этой части, будет очень интересный театр, такой нестандартный, есть различные коллективы, которые обращаются к этому периоду, потому что, ну, оно такое, этот период настолько глубок, он настолько созвучен нашему сегодняшнему времени, хотя, повторюсь, полтора года назад, когда мы начинали, даже год еще, год назад, когда мы не знали, что будет происходить весной, мы как-то вот так вот тоже тонко чувствовали в это время, что нам есть о чем задуматься, потому что вот следующий зал после Адама и Евы, это будет зал творения рук человека, там будут представлены натюрморты, будет представлен уже индустриальный пейзаж, который художники рисовали, создавали в это время, вот это, получается, начало 20 века, как они отражали эту окружающую действительность, и, по сути, показывали мир, который творит человек, и что мы с этим миром вообще сотворили, натворили, дальше будет мультимедийный зал, и зал для такой рефлексии, наверное, для всех наших посетителей, там можно будет включиться в творческий такой эксперимент, попробовать отразить мир, который мы видим сегодня, и задуматься на тот счет, а что же мы дальше, мы же так же дальше продолжаем творить этот мир, где-то заново в каких-то моментах, где-то что-то продолжаем, подхватываем, где-то ломаем, и опять-таки заново, в общем, я вот сама тоже сейчас даже ухожу несколько в эти рассуждения, и каждый раз, когда мы начинаем продумывать какие-то, допустим, литературные вечера, детские программы о том, что мы будем, о чем мы будем говорить, какое пространство для диалога, потому что мы изначально, загнав художников, потому что выставки делались как обычно, либо в хронологии это все распределяется, либо делятся по объединениям, которые возникали в то время, либо представляется отдельное направление, там стиле, да, течение, а мы их всех загнали в рамках отдельных вечных тем, и их призвали к диалогу друг с другом, для того, чтобы они включили в этот диалог и наших посетителей. Выставка, на самом деле, несмотря на то, что там будут представлены работы, наверное, ну, не совсем понятные, я бы так сказала, но их смысл не лежит на поверхности, он где-то глубже, до него нужно докопаться, поэтому я вот говорю о том, что, вот часто, кстати, говорю об этом нашим посетителям, о том, что мы разучились смотреть и общаться с произведениями искусства. Вот, наверное, не случайно этот проект будет у нас в наших стенах. Относительно многих работ наши посетители скажут, что мой ребенок рисует лучше, это точно будет, однозначно. Вот, у нас даже будет отдельная программа, на которой мы, я тоже так могу, и будем призывать людей и приглашать, рисовать и создавать подобные натюрморты, там, в стиле Бурляка, Фалька, художников-представителей русского авангарда, которые работали в таком стиле примитивизм. Вот, и попробуем даже портреты создавать такие вот в таком вот простом ключе, я думаю, все будут чувствовать себя очень комфортно и будут очень довольны своими произведениями в данном случае. Но все эти эксперименты, которые планируются, да, и сама суть этого проекта, она в том, чтобы заставить, нет, наверное, а способствовать тому, чтобы наши посетители вновь почувствовали произведение, потому что они все созерцательны. Для того, чтобы их почувствовать, кстати, мы очень тоже много над этим трудимся сегодня, и с актерами театральными, и режиссерами, для того, чтобы вот это вот иммерсивное пространство создать, да, с подзвучкой. Вот, все это тоже будет, вот тоже буквально на этой неделе еще подъезжают различные творческие люди. Вообще, кстати, этот проект так подтянул различные творческие силы. Вот сегодня к нам приезжают гости из Коломны, там есть прекрасное арт-пространство, в котором работают резиденты, и они тоже будут помогать нам в раскрытии темы этого проекта, живописных произведений отдельных, то, что это будет отдельный продукт, довольно интересный опыт. Ну, все очень-очень, обо всем даже, наверное, вот в рамках эфира не расскажешь. Да, но все это обязательно, вот просто я хочу, чтобы, несмотря на то, что проект длительный, он до апреля месяца будет, мы не знаем, конечно, как, что будет происходить, да, может быть, на какое-то время нам придется ограничить не столько само посещение, сколько группы, потому что у нас сегодня есть некоторые ограничения, но пока что мы еще работаем в таком уже режиме с некими послаблениями, да, обязательно масочный режим, конечно, вот, но все уже знают, наверное, сегодня, ну, большая часть, по крайней мере, что мы продаем свои билеты на сайте, можно купить электронный билет, как, в общем-то, все культурные институции сегодня перешли, а так вот у нас пандемия помогла быстрее перейти к такому формату работы с посетителями, и наши билеты тоже продаются там, есть сеансы, кстати, на которые можно будет бонусом к входному билету получить экскурсию, мы за это не будем брать плату, то есть если ты попадаешь под определенный сеанс, то ты получаешь еще экскурсию в подарок, а сейчас тоже сделали отдельную такую систему, может быть, скидок, да, предпродажи открыто на выставку, и также билет... То есть уже можно сейчас купить билет? Да, уже сейчас планировать свое посещение и не оттягивать до апреля, потому что я знаю очень многих людей, которые говорят, ой, я помню Семиратский, мне были знакомы, а я не успел, хотя все проекты длятся где-то полгода у нас, да, Гоголь, Гоголь, да, был, я помню, говорили, там, вот я успела, вот на Семиратского не успела, или наоборот, на Семиратского была, а на Гоголе не успела, вот успейте, я призываю всех успеть к тому, чтобы пообщаться с этими произведениями, потому что мы для вас привозим Третьяковскую галерею, привозим русский музей, причем, конечно, вы там не увидите на этом, в этом выставочном пространстве произведения, которыми славится Третьяковская галерея, которые выставлены в постоянной экспозиции. Мы не хотим забирать ни в коем случае хлеб от Третьяковской галереи, скажу так, вот, наверное, таким совсем простым языком. Эти произведения, они, они находятся в Третьяковской галереи, они остаются в постоянной экспозиции, и ради них люди едут в Третьяковскую галерею. Мы же знаем о том, что Третьяковка, так же, как и мы, богата своими фондами и достает произведения известных художников только, когда проводит такие большие выставки, которые шумели в прошлом году, выставка Поленова. Они ценные, эти выставки, тем, что на них есть возможность увидеть нечто большее. Те привычные работы Поленова, которые мы видим в постоянной экспозиции, вот этот проект, он такой же. Он позволит увидеть, есть такие известные работы у Малявина. Малявин представлен в Третьяковской галерее, его известная работа «Вихрь», где такой хоровод красных, таких русских, женщин в красных сарафанах, они несутся. И вот этюд к этой работе, то есть творческая мысль художника, которая, знаете, очень живая, потому что окончательная работа, она, конечно, безусловно, классная абсолютно, но как она рождалась, можно увидеть на подготовительных работах. В первых вариантах этих работ, потому что не всегда в музеях мы видим, да, они разбросаны, и зачастую в региональных музеях тоже есть такие вот подготовительные вещи. Вот такой будет у нас на выставке работа Малявина «Вихрь» и очень известная работа Юона, она большая, новая планета, которая, ну, вот как раз таки созвучна идеей нашей выставки. Вот этюд, эскиз к этой работе также будет представлен у нас в Серпухове. А наш-то, Серпуховский музей, какими работами будет представлен? Безусловно, это Наталья Гончарова в своей красе разойдется по всем залам и выскажется в рамках всех тем. Это тоже не все работы, которые вот, это из фондов работы. Там часть работ будет из фондов, часть из постоянной экспозиции, просто в таком, в новом ключе, новая интерпретация будет дана им. И одна из работ, которую никто никогда не видел, довольно известного художника Давида Бурлюка, его, кстати, очень часто просят у нас на различные выставки. Но, кстати, вот здесь тоже такой есть момент, ну, мало кто об этом знает, но я могу поделиться. Работы этого периода не так часто покидают стены музеев, поскольку это зачастую такая пастозная манера письма. Это, то есть, краска лежит таким густым слоем и, естественно, прошло 100 лет, и она начинает уже трескаться и сыпаться, их нужно укреплять и лишний раз не кантовать, да, не перевозить. Вот, поэтому, несмотря ни на что, вот, кстати, грабарь в этом плане крайне редко вообще покидает музейные стены, а мы привезем грабаря из Русского музея для вас. Вот, это делаем. И, значит, у нас это Давид Бурлюк, да, он тоже его часто просят, но из-за того, что он такой по состоянию сохранности редко покидает наши стены. И одна из работ вообще была в состоянии неэкспозиционном, специально для этой выставки ее готовили, и впервые она будет представлена, уже музейное сообщество, в общем-то, знает, бурлит на этот счет, что вот неизвестная работа Бурлюка будет представлена в Серпуховском музее впервые. То есть это вообще уникальный шанс увидеть работу? Да, да, да. Ну, конечно, она потом, скорее всего, эта работа останется в постоянной экспозиции, хотя, не знаю, потому что для того, чтобы оставить что-то у нас в постоянной экспозиции, мы вынуждены будем что-то убрать, потому что все знают, что более 40 тысяч предметов, 40 тысяч единиц хранения в фондах, и 5% только в экспозиции, поэтому мы вынуждены жертвовать чем-то для того, чтобы показать те произведения, которые еще никто не видел. На самом деле, вот все, что вы рассказываете, это действительно, я понимаю, что проект очень глубокий, и все это продумать, концепцию, да, я так понимаю, дизайн тоже, это все разрабатывали вы. Смотрите, в данном случае мы привлекали архитекторов, которые, потому что сегодня выставочные проекты, да, тоже мало кто об этом знает, как это происходит, вот сегодня вы услышали о том, что мы полтора года работали над этой выставкой, и мне кажется, вот те, кто сегодня с нами, слышат, да, эту информацию, это вот, ну, вы понимаете, да, это большой труд, невероятно, это большая научная работа проделана. Далее, последние полгода мы вплотную работаем с архитекторами, с тонографами, которые решали пространство нашего второго этажа, а мы, я вот очень часто нас сопоставляю сегодня с музеем, ну, и с областным музеем тоже, который сегодня является одной из передовых региональных площадок во всей России, это МВК Новый Иерусалим, раньше они были музеи-выставочным комплексом, а вот недавно они вернули статус музея, теперь это музей Новый Иерусалим. Не могу сказать, что мы в неком соревновательном ключе находимся, нет, просто мы частые такие партнеры, и, наверное, друг друга подталкиваем каким-то таким смелым, наверное, проектом, потому что отчасти вот этот проект «Мир сотворен за нас» со своей такой сложной концепцией, он начинал бурлить в нас, да, когда мы работали вместе с МВК над проектом «Цвет», который проходил в прошлом году, он заставил нас совершенно по-новому посмотреть абсолютно на все произведения искусства, сломать вообще стандартную систему показа в залах, вот, и вот тогда мы тоже начали работать над своим проектом отдельно, и, естественно, для того, чтобы раскрыть эту идею, в помощь идут архитекторы, дизайнеры, работники сферы театра, которые создают не просто выставку, а действительно некий такой выставочный спектакль, наверное, позволю себе сказать, вот, для того, чтобы, ну, мы сегодня очень изменились, на самом деле, и продолжаем меняться в своем восприятии, и восприятие произведения искусства в том числе. Поэтому нам в помощь пространство, и почему я упомянула музей Новый Иерусалим, там мы имеем дело с огромными площадями, которые выстраивай как хочешь, перегораживай, мы же нет, мы же вот купеческий особняк, у нас памятник архитектуры, и наше пространство второго этажа мы разыгрываем в новом каком-то виде, создаем абсолютно новое пространство, заставляем эти стены по-новому звучать. В этом проекте, вот, в отличие от предыдущих, мы позволили себе еще больше, наверное, фантазии, и усложнили задачу, потому что вот наши бедные застройщики, застройка завершилась на прошлой неделе, они там все измучились, потому что крепиться к стенам нельзя, трогать стены несущие нельзя, как закрепить это все, там такие хитрые и инженерные различные даже изыскания для того, чтобы эти стены закрепить, для того, чтобы закрепить в них потом произведение искусства, но это невероятной красоты, я хочу сказать, вот, само по себе пространство, даже Татьяна Михайловна, главный хранитель, она, когда проходила с фазалом, она вот несколько даже переживала, она говорит, Жанна Сергеевна, а как у нас вообще живопись здесь будет, вот это как вообще, как оно, не слишком ли активное? Я думаю, что не слишком активное, ну, конечно, в идеологии, в дискуссии, просто сама живопись настолько действительно активная, что можно было бы оставить белые стены, и было бы очень красиво, правда, но у нас будет еще красивее, на самом деле, мне кажется, что это пространство поможет создать некую вибрацию и некую тревожность того времени на пути к строительству нового мира, вот, и, наверное, будет, может быть, отчасти созвучно той тревоге, которая есть сегодня в нас самих, но, повторюсь, там все продумано, мы зациклили это пространство и придем к некому такому спокойствию, умиротворению, осмыслению уже в более спокойных стенах, и мультимедийный зал, я думаю, тоже для этого будет способствовать. Вы очень вкусно рассказываете, я думаю, что теперь, сегодня уже после нашего эфира, все пойдут на сайт покупать билеты. Давайте еще раз подведем итоги. 22 октября проект стартует. Сколько есть времени у сюрпухвичей увидеть выставку, сколько она продлится, и когда уже, когда первые экскурсии начнутся? Ну, первые экскурсии начнутся с первого дня. Опять-таки, повторюсь тоже, что, конечно, мы ожидаем больше, поскольку такой, я вижу сегодня, интерес еще пока что со стороны посетителей мы его не можем наблюдать, да, потому что проект еще не стартовал. Но со стороны журналистов просто такого внимания, ну, и еще, конечно, это спасибо большое администрации городского округа, которая активно работает над развитием туристических всех отраслей и направлений, нашим рестораторам, которые создают такие точки питания, которые сегодня притягивают. Я прямо сейчас начала так из благодарности, потому что мы все вместе работаем на наш округ, на наш город, потому что мы действительно его любим, и поэтому, наверное, вот это все получает реализацию в виде таких вот проектов различных, которые там и дом-музей мороженого, и рестораторы Григоряны, и вообще и те отели, которые сегодня открываются, либо продолжают наращивать и развивать себя. Вот, поэтому все это работает на то, чтобы на наш город ехали и блогеры различные с тысячными подписчиками, и в целом туристические группы, поэтому уже сегодня идет запись на выходные дни туристических агентств, поэтому, конечно, нам лучше с вами планировать планировать будни, посещение в будни, то есть у кого будет там отпускной период, это все будет сделать проще. В выходные могу сказать сразу, что воскресенье будет, наверное, не такое загруженное, а суббота, вот она, наверное, будет все-таки такая перегруженная. Проект будет работать с 22 октября по 11 апреля, и, естественно, на него попадает Ночь искусств, которая состоится в ночь с 3 на 4 ноября, это уже сейчас ближайшее событие, потом будет новогодняя неделя, которая тоже мы постараемся программу сделать очень яркой, интересной, чтобы она тоже работала на себя и лучше открывала даже этот проект. Ну и каждый месяц мы планируем, возможно, даже не только на площадке Серпуховского музея, но с привлечением других учреждений города отдельные программы, театральные, концертные, которые будут звучать на других площадках, но будут созвучны общие концепции выставки. Поэтому вот этот вот период, полгода у нас есть для того, чтобы успеть познакомиться с этим проектом, познакомиться с этим периодом в искусстве и поучаствовать в культурных диалогах, которые непременно будут на протяжении всего этого времени происходить в стенах Серпуховского историко-художественного музея. Жан, спасибо большое. Удачи, успехов, чтобы все задуманное в рамках проекта реализовалось. Я напомню, директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Леникова сегодня была у нас в гостях. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова